Деревья и кустарники Я надеюсь, что первоклассники, которые уже сейчас с родителями приступили это делать, будут ухаживать за этим деревьем и вместе с ними расти. После торжественной линейки и праздничного запуска шаров, гости и главные виновники торжества отправляются к аллее первоклассников. Такая акция помогает и детям стать причастными к важному делу, и при школьной территории стать еще более цветущей. Тяжело сажать деревья? Не так тяжело. Не очень? Не очень. Первый раз это делаешь? Да. Первый раз. А может назовем это дерево как-нибудь? Ну да, можно назвать чудесный клён или еще чем-нибудь. Вишня, абрикос, сирень и другие кустарники и деревья появляются здесь из года в год. Первоклассники сами, пусть и с помощью взрослых, берутся за лопатые лейки и с особой любовью сажают каждый кустик. Особо символично. Деревья тянутся к солнцу, как дети, ко всему интересному и новому. Возможно, через десяток лет эта зеленая аллея станет для них одним из самых важных и теплых воспоминаний. Пока эти деревья маленькие, как первоклассники, но совсем скоро они вырастут и заживут своей собственной жизнью. К доброй акции присоединились и старшие классы, но свои деревья они посадят чуть позже, весной, когда прозвенит последний звонок. А пока у первоклассник остается еще немного времени на веселье, беготню и шумные прогулки. Первое сентября праздник важный и стоит запечатлеть его в памяти, чтобы потом вспоминать всей большой семьей. Ольга Продан, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.